Почему мы приходим в церковь? Потому что он нас позвал Потому что он нас позвал Он нас позвал? Ну да Он нас избрал Не вы избрали меня, а я вас избрал Как правильно ответить? Знаете, мне нравится, как ответил однажды апостол Петр Когда от Иисуса ушла часть людей Давайте откроем Евангелие от Анашискую главу Однажды Иисус проповедовал, представляете И просто вот половина или даже больше половины людей встало И сказал, мы не можем это слушать Мы пошли и ушли Представляете, что вот у Иисуса однажды была такая вот ситуация Поэтому, что говорить о том, что когда уж от нас люди уходят, это вообще нормально И Иисус спросил своих двенадцать Может, вы тоже хотите уйти? Знаете, вот мне нравится Иисус, что он не боялся спросить какие-то даже неудобные вещи Знаете, это не было, ну, какой-то прям, знаете, обида какая-то или еще что-то Ну, действительно, вот он увидел, ушла часть людей И видно было, что его это зацепило Что он расстроился И вот он спрашивает двенадцать своих Может, вы тоже хотите уйти? Кто помнит, что Петр ответил? Да Да Давайте я прочитаю это Я прям с шестидесятого стиха прочитаю Шестая глава Евангелия от Матфея Ой, от Иоанна Многие из учеников его, слыша то говорили И это были ученики Да То есть это не были вот просто посторонние люди, которые первый раз его слышали Это были ученики Слыша то говорили, какие странные слова Кто может это слышать? Но Иисус, зная сам в себе, что ученики его ропщут на то, сказал им Это ли соблазняет вас? Что же, если увидите Сына Человеческого восходящего туда, где был прежде? Дух животворит, плоть не пользует немало Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь Но есть из вас некоторые неверующие Ибо Иисус от начала знал, кто суть неверующая и кто предаст его И сказал, для того-то, и говорил я вам, что никто не может прийти ко мне, если то не дано будет ему от отца моего С этого времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним Тогда Иисус сказал, двенадцать, не хотите ли и вы отойти? Симон Петр, отвечая ему, говорит, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни И мы уверовали и познали, что ты Христос, Сын Бога Живого Аминь Я вот считаю, что каждый христианин должен однажды себе этот вопрос задать Почему я здесь? Почему я здесь? Почему я христианин? Что такое христианство? Кто такой Христос? Что Он имеет такого для меня в первую очередь? Кем Он является в первую очередь? И кем Он является в первую очередь, сказал тоже евангелист Иоанн Вначале было Слово, Слово было у Бога, Слово было у Бога И Слово стало плотью и поселилось среди нас И там же тоже написано, что Он был свет, который, что делает? Просвещает всякого человека, приходящего в мир Кто помнит стихотворение Александра Сергеевича Пушкина? Как много нам открытий чудных готовит О чем? Да, 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 гений парадокса вдруг, правильно? Ну вот, мне вот эта фраза у него нравится просто Как много нам открытий чудных готовит просвещение духа Да, то есть, как вы думаете, Александр Сергеевич, он о чем? О том или не о том? Или есть какой-то дух просвещения там у мирских людей, да? А вот это вот свет, который пришел в мир, который просвещает всякого человека, да? Это вот, ну, это про Иисуса На самом деле, вот, ну, все про Иисуса Все, что про просвещение И вот, ну, когда Я вот понимаю, что когда мы Иногда неправильно размышляем, как бы, да? О том, кем является Бог, что Ну, Бог есть свет, да? И мы вот, что такое свет сразу, да? Мы, иногда, что это вот доброта такая, тепло там, и так далее Но, в первую очередь, это свет чего? Свет просвещения, да? То есть, это о чем? Это о разуме? Аминь или не аминь? Это о разуме, это, ну, о просвещении ума Помните, как апостол Павел молится за Ефесяна? Давайте прочитаем Ефесянам Первая или вторая глава Это вот о том, что мы должны просить О том, ну, как бы, кем Бог должен для нас всех являться Что Бог – это не просто какая-то религия, да? И какая-то вот наша религиозность, что мы вот верим в такого Бога Они имеют такого Бога, вот мы там Иисус не религия, аминь Иисус – жизнь, Иисус – свет И свет, и истина, и знание, в первую очередь Да, вот это вот истинное знание И Павел, первая глава Ефесянам 16 стиха «Я непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его» Вот первое вообще, да, за что молится Павел за церковь, которую Бог через него открыл, за людей, которых он переживает, он молится за то, что Бог дал духа премудрости и откровения к познанию Его Вот мы дальше не пойдем, ну хотя вот можно еще, да, и просветил очи сердца вашего, да, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его и какое богатство славного наследия Его для святых, да, то есть вот первое, да, за что Павел молится, за дорогих ему людей, да, и то, что вот он считает самым важным, что он произносит, это вот за то, что Бог дал духа премудрости, дал дух откровения и просветил очи сердца, да, то есть как бы очи сердца – это есть что? Ну, можем сказать, разум, да, человек, чтобы Бог, вот, действительно, чтобы мы не, ну, то ли знаем, то ли не знаем, то ли слышим, то ли не слышим, вот, ну, не, потому что вот свет, он что делает? Он делает что-то явное Тьма, она все смешивает, то есть во тьме просто, ну, нету различений, то есть, и это не о добре и зле, это видение и невидение, народ, но гибнет из-за недостатка видения, да, то есть Вот, без откровения свыше народ что? Не обуздан. Что значит народ не обуздан? Значит народ не придет туда, куда нужно прийти, да, для чего лошадь обуздывают, да, то есть надевают ему вот эту вот уздечку и начинают управлять, да, что надо направо-направо. Если не найдите этого, управлять будет невозможно. Таким образом, Бог говорит, что, это вот, ну, в Писании нам своем, что без откровения свыше мы не управляем. Нас не получается привести туда, куда Бог бы хотел. А Бог благой, Бог хочет туда, куда для нас самое лучшее, аминь. Ну, через что Он это делает? Через откровения, через Слово Свое. И вот, ну, мне очень нравится здесь то, что мы прочитали про Петра, когда Иисус спросил, может, вы тоже хотите уйти? Я вот вас сейчас спрашиваю, может, тоже хотите уйти? Почему нет? Потому что вы религиозные фанатики? Ну, потому что, знаете, иногда разговариваешь с людьми, и люди сами начинают сомневаться там, почему Он христианин, да, что, что, вот, ну, Он не может даже объяснить толком. Знаете, многие не могут объяснить, потому что, вот, должен, потому что, иначе умру, вот, там, во грехах своих, да, будет плохо, в ад попаду, там, и так далее. Но, вот это вот основание Петра, следование за Иисусом, и не отхода от Него, заключалось вот в определенном, он понимал, зачем, хоть кому, да, он мог бы по-другому, наверное, сказать тоже, да, там, пропадем без тебя. Нет, он говорит то, что, кому нам идти? Ведь у тебя слова, глаголы, жизнь, да, и мы должны понимать, вот, ну, вот, почему я стал христианином, например, ну, вот, для меня, и я это отвечаю. Я же помню, там, свой путь, как у меня произошло это, ну, да, там, сначала был наркоманом, и христианские, вот, люди, они создали, да, сеть такую для отлова наркоманов, для Царства Божьего, да, то есть, в виде реабилитационного центра, там, и так далее. Но, это, это была причина, да, по которой я пришел в место, но в этом месте я столкнулся с проповедью Божьего Слова. И что оно со мной сделало? Оно меня зацепило. И я, как бы, вот, вспоминая это, то есть, ну, пока это происходит, я это себе, как бы, вот, отчет не отдавал, что происходит, но, знаете, больше всего меня зацепило именно проповедь. Что такое проповедь? Это вот, когда человек объяснял Божье Слово, когда человек объяснял вот эти тайны Божьего Слова, что-то, что, ну, вот, ты прочитаешь, ты не увидишь этого смысла там сам, да, если ты, как бы, не научен, если ты не имеешь навыка, да, читать Божье Слово. Ну, прочитаешь и прочитаешь, то есть многие люди, которые читали Библию, но они совершенно не, как бы, не вкушали Божьего Слова другими словами. То есть, вот, как Иисус говорит, не всяким хлебом, да, не хлебом, не хлебом одним жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. И это тоже такая важная формулировка, не всяким словом, написанным в Библии, он говорит, да, не всяким вот этим словом, но всяким словом, которое исходит из уст Божьих. И Иисус был вот этим первым проповедником таким, да, духовным, который говорил вот эти духовные истины, который их вот выдавал, и он говорит, слова, которые вот здесь вот мы в диалоге прочитали, слова, которые я вам говорю, суть, дух и жизнь. Плоть не пользует немало, но слова, которые исходит из моих уст, которые вот я озвучиваю, да, которые я объясняю, они суть духа жизни, и они приносят жизнь. И поэтому Петр, он говорит, что я не уйду по причине того, что у тебя есть слово, что вот она, вот она причина моего христианства вообще, вот она причина моего следования за Христом. Я вкусил Божье слово, оно в меня вошло, оно мне понравилось, то есть именно вот, ну, именно вот слово через проповедников, не просто слово, которое я даже прочитал в Библии, потому что если бы не было проповедников, которые мне интерпретируют слово, да, которые мне толкуют слово, которые мне вот его разжевывают, да, объясняют, и я тогда, вау, да, начинаю видеть, что здесь не только то, что вот написано, а здесь как бы больше, и они там духовным с духовным совместят одно с другим, объясняют мне какую-то, ну, важную истину. Вот что меня зацепило. Знаете, вот, ну, люди выходили, рассказывали, одно местописание взяли, другое местописание, тут раз про Марфу и Марию, тут раз еще про что-то, и, ну, я начал думать. Мой мыслительный аппарат включился, я увидел, что вот, ну, понимаете, да, что такое просвещение? Что такое просвещение? Вот Ломоносов пошел за знаниями, да, кино мы смотрели все, из далекой Сибири, вот его влекло вот этот вот, да, дух просвещения, чтобы, ну, просвещаться, чтобы знать суть, истину там и так далее. И вот Слово Божье, оно просвещает, оно нас учит думать. Иисус в первую очередь, как я вижу, как учитель, Он учил своих учеников думать. Он учил их получать именно откровение. И одно из моих любимых слов в моем, как бы, лексиконе таком христианском, это слово откровение. Я даже помню первые моменты, я боялся им пользоваться, оно было такое большое, тяжелое, объемное, но вот именно оно отражает вот мое хождение за Богом, мою любовь к Богу. Я влюбился в Его откровение. Там в Псалме, может быть, мы сегодня прочитаем, в 118-м есть такой стих, я прилепился к откровениям Твоим. То есть я прилепился не просто к такому написанному слову, да, написанное слово важно, оно нужно, мы его должны знать, должны помнить, но Бог говорит через откровение. Бог говорит, вот, это то, чему учил Иисус. Помните, Иисус говорит, что вот внешним даны только притчи, даны только вот первоначальный какой-то смысл, там истина, истина. Но вам, говорит, я открываю, вам дано знать что? Тайны, да, и вот тоже вот это вот красивое слово тайна, у всех у нас оно, оно нас будоражит, да, узнать какую-то тайну, правильно, нам хочется, да, точно так же, как клад найти, точно так же и тайну какую-то отыскать. И знаете, вот многие люди, тут недавно смотрел интернет, и тоже там что-то понесло меня по всяким, я иногда люблю врагов всяких слушать, смотреть там и так далее. И вот нашел там одну, я не знаю, ну можно сказать, секта, или там учитель какой-то, да, который, его учение, оно духовное. Он собрал, собирает целый там стадион, не стадион, а большие залы, у него билет там по 10 тысяч, и у него в основном одни бабушки. И он им такими высокими словами, как энергетический центр, духовные какие-то там энергии, да, из измерения и так далее, вот он там, да, он вроде как и про любовь, он берет, он берет часть стихов из Библии, да, каких-то вот таких моментов интересных, да, потому что вот взять вот эти вот, да, слова Иисуса, слова мои, суть, дух, они приносят жизнь, там, да, еще процитируют что-нибудь про любовь, и вот, ну люди сидят и все, какой хороший человек, да, какой, как нам надо, он интерпретирует нам Библию, там, и так далее. А он, по сути, просто вот, он ничего не интерпретирует, и он ничего толком сам видимо до конца даже не понимает. Понимаете, и вот, ну, такого полно, люди этого ищут, люди за этим стремятся, да, и вот там какие-нибудь, если там еще присутствуют какие-то слова, что тайное, сокровенное знание, там, да, вот, ты будешь знать, ты его узнаешь, это сделает тебя счастливым, там, и так далее, да, и все. И вот, ну, действительно, иногда не понимаешь, как так легко многих людей просто ввести в заблуждение, да, вот, просто говоря какие-то духовные слова, наборы слов, там, и вот, пребывая вот в этом. Вот с христианами, которые изучают Библию, да, которые читают Библию, да, которые слушают, да, нормальных, здравых учителей, проповедников, которые, в принципе, толкуют Библию, объясняют, ты их уже туда не затянешь, их туда уже не заманишь, вот этой вот, просто вот этой шелухой такой духовной. И, ну, как бы, я говорю, мы должны это понимать, мы должны это ценить, и должны понимать, что, ну, как бы, это поле нашей деятельности, мы должны стараться людям, попавшим в похожие вещи, да, пытаться открывать глаза и объяснять им, да, что действительно по-настоящему, ну, что действительно является духовными вещами, с чего состоит духовный мир, кто самый главный в духовном мире, почему он самый главный в духовном мире, да, потому что, вот, ну, здесь вот все написано, все ясно написано, аминь или не аминь? Вот, и, ну, как бы, мы должны понять, что мы люди уже просвещенные, мы люди уже вот с этим тайным, сокровенным знанием, потому что мы, вот, уже имеем эту возможность слушать, размышлять, что нам это открывается и так далее. И я говорю, что, ну, я по себе как говорю, что я человек очень, ну, логичный всегда был. Математика у меня была на первом месте. Ну, как бы, легко давалось, я ее понимал, мне нравилось складывать одно с другим, и мне важна была, ну, логика, адекватность. И то, что я увидел в христианстве, в проповедях, в слове Божьем, оно нисколько, ну, как бы, мою логику не пошатнуло. Я увидел, насколько в Божьем слове все действительно логично, все освещается, все ясно, все понятно. Просто нужно в этом пребывать, нужно это изучать. И никто тебя уже во тьму не затянет. Понимаете? Просто мы должны, ну, это вот понимать и быть уверенными, что, ну, вот, мы настоящие христиане, что мы влюблены в слово, любим слово, понимаем слово, читаем слово, изучаем слово, получаем откровение. И, как я уже сказал, что, вот, что меня зацепило, меня зацепило именно не просто, вот, цитирование стихов, а именно, когда человек мог, когда вот чувствовалось днем откровение. Вы чувствовали хоть раз это? Вот каждый из вас это чувствовал, что дается вроде понятное место какое-то, и раз, из него что-то достается, и оно такое какое-то живое и теплое. Аминь? Что-то в этом есть. А кто получал свои личные откровения уже от Бога? Есть вот здесь люди, которые, которые, а вы помните свои откровения? Или вот просто помните, что получали, а что конкретно, уже не помните. Я считаю, что мы должны, вот это и есть сокровище небесное, которое Иисус говорит, накапливайте сокровища на небесах. Что оттуда никто не сможет ничего забрать. Вот, ну, я, для меня самое вообще ценное, самое любимое в моей христианской жизни, это мои откровения, которые даны мне лично от Бога. От Бога. Когда вот я, а не вдруг, в какой-то момент, ну, то есть, что было вначале? Вначале я подсел на проповеди, которые мне объясняли какие-то духовные вещи, и я питался вот этими уже откровениями разжеванными. Но потом произошло, и я понимал, что, ну, и я слышал уже от проповедников, что важно свои. У тебя должны быть свои. У тебя должны быть свои личные откровения. Ты должен эти откровения собирать и накапливать внутри своего сердца. Это очень важно. Без этого я даже, ну, вот, я лично свою христианскую жизнь без этого не представляю. Если вот в вашей жизни этого нет еще, ну, ревнуйте это, имейте. Потому что, ну, как бы, это правильный такой путь, чтобы мы от проповедей и проповедников пришли уже, как бы, хотя бы к какому-то количеству своих откровений. Потому что, знаете, какая тенденция, сначала, когда ты ходишь, да, и приходишь, да, тебя почти каждая может цеплять. Потому что ты ничего не знал, ничего не слышал, тебе вот это местописание раскрыли, это местописание, это местописание. Но чем дальше ты ходишь, ты уже тут раскрываешь какое-то местописание, ты такой, ну, слышал уже это, слышал. И то есть, вот, раз периодически что-то новенькое, ты, оп, опять взял, да. Но со временем, чем дальше ты будешь ходить, вот, ты будешь все реже и реже встречать вот это вот откровение, которое тебя будет цеплять. Потому что, ну, ты уже все слышал, уже все, что вот другие сказали, слышал. Для этого тебе нужно вот, ну, научиться свои откровения получать. Научиться вот именно, вот, составлять духовное с духовным, сопоставлять для того, чтобы внутри тебя рождалось. Я считаю, что это должно принадлежать всем. Что, знаете, Бог не нищий и не такой бедный, что у него ограниченное число откровений, знаете. Что вот проповедники, они раскрыли уже нам все откровения практически. Я просто знаю, что многие люди, они уже живут вот в этой такой скучности такой, знаете, что, ну, уже все открыто, что открывать, знаете. Это как будто вот, ну, раньше там путешественники ездили, кто-то Индию открывал, кто-то Америку открывал, да. И земля была такая неизвестная, непонятная. Сейчас вот все начертили, нарисовали, все, всему границы провели, все ясно. Марианскую впадину нашли, самую высокую хору померили. Ну, как бы все, нету уже ничего, нету в космос. Слетали, там тоже посмотрели, Бога нету, не увидели его там. Они все надеялись же, да, что вот взлетят и увидят, да. Взлетели, не увидели, да. И вот, ну, как бы пришли уже к чему-то такому, знаете. Понимаете, ну, я знаю, что, и верю в это, что вот то, что заложил Бог в своем слове, в свои откровения, это бездна написана богатства и бездна премудрости. Понимаете, вот, ну, по-настоящему, как бы нашу жизнь кормит и вдохновляет именно его откровения. То есть, вот, именно вот это вот слово, когда тебе открывается какая-то тайна, да, потому что вот слово откровение, что означает? Что-то было скрыто и вдруг стало открыто, открылось, да, и это тебя вот, ну, вдохновляет, ты получаешь откровение. И мы, действительно, вот, как псалмопевец в 18-м псалме, в 118-м, говорит, что я прилепился к откровениям твоим. Прилепился. И вот, я считаю, что это как раз то, что и делает нас настоящими учениками Иисуса Христа. Именно вот эта жажда, вот эта вот тяга, любовь к откровениям, умение их получать, потому что, ну, вот, Иисус учил получать учеников откровения. Вот, когда он давал притчи, это же вот и есть то, что он их учил получать, учил их вот толковать что-то, что сокрытое. Помните, как он дал первый раз притчу о сеятеле? Он дает притчу о сеятеле, потом что делает? Толкует им эту притчу. Это значит это, это значит это, это значит это. А потом дает еще большую кучу притч. И когда ученикам что-то становится неясно, говорит, а вот эту еще истолкует нам притчу? Говорит, ну хорошо, эту еще истолкует, истолковывает какую-то притчу. А с остальными, говорит, что? Домашнее задание, да? Размышляйте, ломайте голову, подставляйте одно к другому, я вам принципы уже раскрыл, да? То есть, я вижу, как Иисус, Он учит думать учеников. И, ну как бы вот, действительно, нам это нужно. Понимаете, нас христианами делает не просто хождение в церковь и просто чтение Божьего Слова. Нас настоящими христианами, настоящими учениками делает именно вот это, когда мы начинаем напрягать свой мыслительный аппарат. Когда мы вот начинаем доставать скрытый смысл, который сразу не виден, когда, и мы такие вот, когда мы его находим, мы вау, понимаете? Если у тебя нет вот этого вау в твоей жизни, то, ну, то ты рано или поздно ты отойдешь от Иисуса Христа. Вот как эти ученики сделают. Тебе наскучит и неинтересно будет, ты не поймешь, какие-то там вещи скажешь. Вообще куда-то, не туда. И поэтому вот Петр говорит, что, может, когда его Иисус спрашивает, может, вы тоже хотите от меня отойти? Он говорит, куда? У нас с тобой вау! Вот это вот. Ты нас удивляешь, ты нас вдохновляешь, ты нам вещи раскрываешь. Куда мы пойдем? Петр, мы, у тебя живые слова, у тебя живые глаголы. Мы, вот, ну, я то, что сегодня хочу передать, именно вот это, да, любовь к Божьему Слову, именно с точки зрения откровения. То, за что молится Павел. Говорит, молю, чтобы Бог просветил вас и дал вам Духа премудрости и откровения к познанию Его. Чтобы вот то, что вот, ну, скрыто от всех, оно вам открывалось. Правильно? Это же круто, когда вот тайна, а ты раз и знаешь тайну. Это вдохновляет, это наполняет. Поэтому вот мы должны вот это в своей жизни рассмотреть, посмотреть и действительно, ну, вот, сказать, есть у нас это или нет. Я знаю, что это, ну, есть практически у всех. Потому что иначе мы бы тут не сидели, потому что, ну, вот, оно цепляет. Именно Божье Слово цепляет. Я говорю, я про себя говорю. Я стал именно христианином, потому что меня зацепило Божье Слово. Потому что я там увидел истину, увидел смысл. Я говорю, ну, я рад, что я попал сразу к настоящим христианам. Попал бы в какую-нибудь секту, может, и там что-нибудь увидел бы. Но спасибо Богу, что попал вот в место, где люди искренне жили. По Божьему Слову, искренне его проповедовали. И проповедовали именно из откровения. Знаете, то есть что, вот, там была такая культура, где я был, что, вот, внутренняя атмосфера, что люди очень, вот, были влюблены в откровения. Понятно, что приехали испанцы к вот этим вот русским непросвещенным людям в девяностых, там, годах, да? И они просто, вот, они уже были наевшиеся Божьего Слово, они уже были просвещены, уже умели немножко даже, ну, как бы, нормально проповедовать. И мы на них смотрели, как на богов. Да, вот, каждое их слово, особенно те, которые двигались в дарах духовных, ну, просто вот, ну, принималось, съедалось просто прям на лету. И, ну, нам это так нравилось, нам вот именно вот, когда с нами делились вот этими откровениями. Я сейчас на них смотрю, это были простейшие откровения. Простейшие, ну, для нас они были таким вкусным, таким вдохновляющим и так далее. Ну, вот это вот меня и влюбил, вот через это Бог меня и влюбил в себя, в свое Слово. Что я полюбил эти откровения, я прилепился к этим откровениям. И через какое-то время у меня пошли свои собственные откровения. Я начал проникать в какую-то глубину, какие-то стихи мне начали открываться. И Бог лично стал со мной говорить вот из своего Слова. Мне захотелось этим сразу делиться, рассказывать и так далее. Понимаете, вот, ну, если, я просто не могу представить христианина без этих процессов. Если вот Слово, поэтому мы, я не знаю, если ты никому не проповедешь, ну, хотя бы записывай свои откровения. Хотя бы записывай куда-то, что-то, но накапливай, где-то скапливай. Потому что, ну, вот меня спроси, там, у тебя это, я скажу, да, у меня вагон и маленькая тележка. У меня есть любимые, есть очень любимые, есть вот эти вот особенные. Когда Бог давал такие откровения, что у меня же слезы из глаз брызгали. Я был один, ехал в машине, и я получаю откровения о каком-то месте Писания. Он мне просто открывается. И то, что мне Бог вот его просто открыл, это настолько вот ценно, настолько радостно, что вот они аж брызнули у меня. Знаете, не часто такое бывает, что не просто там прослезился, а это достаточно редко произошло. Редко, ну, никогда такого не происходило, но Бог открыл что-то, лично, мне. Никому не открыл, а мне лично открыл. Я там недавно слушал проповедника такого, как Веронаш, помните? Его любят и уважают. И он еще раз там одно откровение свое рассказывает, на которое люди в церкви, знаете, как там слышали, кто-то, если Верона там реагирует, он там орет, кричит, кричит, ходит. И там, видимо, негры сидят, ну, да, афроамериканцы, да, они не любят что-то назвать, негр. И они очень эмоционально и бурно реагируют. И он им рассказывает вот это вот откровение, и они, а-а-а, там реагируют на него. Знаете, что у меня, это мое откровение. И я также получил точно такое же откровение задолго до того, как услышал это откровение от него. Я думаю, вау, Бог мне открыл такое же откровение 10 лет назад, и вот этот вот человек сейчас тоже делится вот этим откровением, и вот эти вот афроамериканцы, они там все просто с ума споют от этого откровения. Я бы тогда тоже мог бы зажечь так, чтобы они там все орали. Вот, понимаете, вот, ну, мне нравится, что Бог это открывает, как бы, да, что не стыд... Я тебе просто еще хочу сказать, не стыдись своих откровений. Если они тебя вдохновляют, если они тебя наполняют, то они будут способны наполнить и других людей, и ими нужно делиться. Понимаете, вот этот дух ученичества, он именно в этом, да, что мы наполняемся Божьим Словом, и мы вот это Божье Слово, мы делимся, мы рассказываем, мы интерпретируем там что-то, и так далее. То есть мы вот должны научиться этим жить. Я вот по-другому не вижу, знаете. Христианство это не просто, как я уже говорю, хождение в церковь, исполнение каких-то ритуалов, что является для многих людей именно вот этим. Правильно или нет? Вот вы посмотрите там на православных, на католиков, да, на какие-то вот такие большие конфессии. Люди даже не знают об этом, что есть откровение. Людям запудрили голову и сказали, что ты, да что, не лезь, ты там не разберешься, он есть. Батюшка или еще там кто-то, вот он пусть вам все это рассказывает. Ну Иисус-то не про это говорит, правильно или нет? И мы вот просвещаемся и видим, слушай, а мы куда? Мы все должны вот об этом размышлять, мы все должны научиться это получать. Это для всех, это не для каких-то отдельных людей, которые стоят на позициях, за кафедрами там и так далее. И мы должны это понять, и мы должны эту вот, ну, как бы культуру любви к Дожьему Слову, любви к откровениям распространять. И еще раз, понимать, да, поэтому когда тебя спросят, почему ты христианин, да, почему ты не уходишь, почему ты туда ходишь. И иногда ты, вот тебя ловят в такой момент, что ты даже не понимаешь, ну, потому что вот Бог живой, там, я не знаю, или еще что-то, Иисус Христос мой Господь. Ну, для этого человека, этот человек мне еще, как бы, ну, не говорит практически. Но, понимаете, я, поэтому я всегда, там, вот у меня друзья, много раз я, например, пришел там из центра, и мои друзья, раньше старые, там, родственники, они, они, они как-то вот пытались меня все равно спросить, что ты там нашел-то вообще? Что ты вот, почему-то вот, ну, там, я говорю, мои ближние родственники, они думали, ну, он сейчас отойдет, все, потихоньку отпустят его. Он пришел, да, такой вот сейчас, не отпускает, потому что вот я люблю откровение. Я даже специально пошел в маленькую церковь. Это мое было откровение и понимание. Потому что я любил двигаться за откровением. И я понимал, что мне нужна маленькая церковь. Почему? Потому что в маленькой церкви я нужен, я люблю проповедовать, и я хочу проповедовать, и я хочу пойти туда, где я могу. Вот я знаю свой дар, я знаю, что, вот, я люблю откровения, они приходят, и я их должен где-то доставать, я их должен проповедовать. И у меня сразу был такой план. И я, ну, и оказалось, что это тоже Божий план, и я помню, когда я, там, в Ярослав пришел, мы молились за братьев. За меня сразу помолились, и все, и я через какое-то время стал периодически проповедовать. И вот именно, ну, как бы, вот именно вот эта моя любовь к Божьему Слову является для меня основанием продолжать быть христианином. Потому что, ну, есть вкус, есть вот эта влюбленность, есть вот эта любовь. Вот, поэтому мое желание это вам передать, передать вот этот дух любви к откровениям. И к тому, что это тебе может принадлежать. Когда ты будешь это вкушать, ты будешь просто... Угадите, я помню одного из проповедников моего такого детства христианского, который сказал одну фразу. Одно, даже самое небольшое откровение Божье способно наполнить твою жизнь на несколько месяцев. Вот это вот как и это то, что есть. Не одним хлебом жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. То есть вот, вот это слово, исходящее из уст Божьих, это вот именно живое слово. Это откровение какое-то, да, которое Бог тебе открыл. Какое-то слово, которое тебя вдохновляет, которое живое. Которое тебе что-то открыло, оно действительно практичное, оно как-то относится к твоей жизни. Может быть, оно твою жизнь надеждой наполнило, да. Вот, понимаете, наполнило каким-то вдохновением чем-то или еще чем-то. И ты пошел и сделал какие-то шаги, которые ты там боялся делать до этого. И эти шаги, они повлияли на твою жизнь. Потому что, ну, много раз мы из-за какого-то страха или стеснения что-то не делаем. Но когда ты получаешь откровение, получаешь живое слово, оно тебя начинает двигать. И вот я говорю, что я запомнил это слово, что одно откровение Божие, оно способно наполнить твою жизнь на несколько месяцев. И мы, в принципе, живем от откровения до откровения. Мы учимся их получать, да, вот так вот в церкви, от проповедующего человека. Но наш естественный рост, естественный этап, это начать получать свои откровения. Свои личные. И Бог будет тебе давать свидетельство, когда, ну вот. Как мне, да, Верон Аш получил такое же откровение. Причем я раньше, похоже, получил. Но это не важно же, правильно? Важно, что и он его получил, и я его получил. И мне не нужно никому доказывать, что я его получил, потому что я помню, как я его получил. Знаете, с чем я могу сравнить получение откровения? Именно известно, со вспышкой, с озарением. Я иногда читаю Библию, прочитал, там, почитал, потом начинаю размышлять, потом... Я не знаю, как это будет, вот просто осветило, и я понял, что я что-то понял и что-то получил. Я еще не могу это объяснить. И все, я начинаю включать, начинаю раскручивать, начинаю, начинаю... Я вот тут как-то для себя записывал. Я уже делился с вами этим откровением, но хочу просто вот показать механизм, как я его получил. Помните, как-то я тоже с вами делился. Вот одно из моих любимых откровений, кстати, вот как раз то, что Верон Аш получил. Это когда родители Иисуса, 12-летнего Иисуса, они его потеряли. И я помню, как я получил это откровение. Я смотрел мультфильм про Иисуса. То есть вот как-то у нас в центре там по пятницам показывали, и это был мультфильм про Иисуса. И я что-то даже вот, помню, я его не совсем внимательно смотрел, что-то ходил, но вот в этом моменте я как-то сел. И я помню вот эту вот картину, что там так было, что родители Иисуса такие носятся по городу и ищут Иисуса, да. Потому что вот в Библии просто написано, потеряли и через три дня нашли. Знаете, вот так вот, коротко, сухо, без эмоций. Но вот глядя вот этот мультфильм, я вдруг увидел вот эти эмоции. И что-то вот в меня коснулось. А они потом на третий день его нашли, да. И вот я понял, что я что-то понял, как искра пробежала, как крыс, как вот. И я даже не смог это схватить сначала, своей мыслью. Но я понял, что я что-то понял, что я что-то там за этим увидел. Вот знаете, как приоткрыли какую-то шкатулочку, свет меня осенил. Я что-то в этом увидел более глубокое и такое сокрытое, настоящий какой-то смысл. И сразу закрылось. И я начал думать, что я увидел, что я увидел, что меня так взбудоражило. И я вдруг увидел, что, ну как бы, суть в том, что, ну, во-первых, это было ужасные три дня. А во-вторых, суть была откроения в том, что они в храм пошли и не Иисуса искали. А что они в храм уже пошли, вот-вот-вот, от безвыходности просто не нашли Иисуса, пошли свечку ставить. Да, вот, ну, как бы у нас все, пошли сдаваться Богу и все. И все. И что самое интересное, как только они туда приходят, Он там, оказывается, сидит. Понимаете? То есть, и вот, да, вот-вот, что такое откровение Божье. То есть, вот в этой вот маленькой ситуации я увидел вот этот вот Божий принцип того, как Бог через откровение способен наполнить мою жизнь. Он мне говорит, что даже если тебе, ну, во-первых, Он говорит мне через это, если я родил Иисуса в твоей жизни, или другими словами, если ты рожден свыше, то я не дам тебе каким-то образом потеряться на пути. Я не дам тебе не закончить. Ты сможешь закончить. Аминь или не аминь? Потому что вот у людей, которые три дня не могут найти сына, как я уже говорил, да, три дня это не три часа. Три часа это много, когда ты теряешь сына. А три дня это вечность. Это первая ночь. Вы просто вот представьте немножко. Потом целый день. Потом еще одна ночь. Бессонная. И чем дальше, тем надежды-то меньше и меньше и меньше и меньше. Вы представляете, вот через какой ад проходили эти люди? И мы много раз проходим через ад в каких-то ситуациях, которые мы не понимаем. Но вот это вот откровение того, что Иисус-то в храме, что Бог-то Он на престоле, Бог-то Он царствует, Бог-то Он все контролирует. И на самом деле Иисус всегда был в храме. Правильно или нет? Он туда не на третий день пришел вместе с ними. А, ну вы в храм, тогда я тоже. Он все время был в храме. И удивленный даже им еще говорит, вы что, не знали, где я должен быть, что ли? Понимаете, вот такая вот маленькая история. Но сколько в ней смысл? Правильно или нет? Сколько в ней вот надежды, сколько в ней вот этого живого, да? И вот, как я говорю, смотрел мультфильм и просто вспышка. Поэтому, и вот такое откровение. И до сих пор я его, одно из моих любимых, я его вот обожаю. В проповеди оставляйте. Оно и в начало подходит, и в конец подходит, и так далее. И когда я беру Нашу и услышал тоже, и он вот все то же самое, что я сказал. Что Бог в храме, что три дня ищем, и так далее. И, ну, понимаешь, что, ну, ты можешь получать откровение даже на одном уровне, как вот такие люди получают. Поэтому, учитесь получать откровение. Поймите, что именно это, я считаю, именно это делает нас учениками. Именно это, именно вот эта вот влюбленность в Него. Именно то, что кому нам идти, ведь у тебя глаголы вечной жизни. Именно то, что Иисус сказал Марии. Вот мы с этого начали, да? Что важно только одно. Она вот так сидела, что она не хотела ничего пропустить. Знаете, вот, ну, можно служить, и так, а она слушает, там, вот, как Марфа, да? Тут готовят, тут слышно, тут не слышно. Она как бы вроде в теме, но какие-то слова улетают, правильно? Иногда так в нашей жизни похоже, но один человек сидит, и все. И она сначала, наверное, Марию тыркала. Марию ничего, не трогай, да? Вот мы должны стать такими. Когда тебе что-то начинает мешать, да, слушать Слово Божие. Может быть, идти в церковь, да? Может быть, вот, читаешь Библию, отключи телефон, если собрался читать Библию. Потому что вот увидишь, Сатана, он такой, кто-то позвонит обязательно, отвлечет тебя. Как бы, ну, пойми эти вот там моменты. Пришла мысль послушать проповедь или еще что-то, зацепись за нее. Вот не зацепишься за нее, не двинешь как бы ее, не включишь. Потому что иногда, действительно, вот мы такие ленивые, что мы... На телефоне всего лишь включить мысль, пришла, хочу... Как будто тонна на мне какая-то лежит, чтобы это включить. Бам! И тик-ток нажал. И пошло. Полтора часа. Полтора часа. Просто. И улетела, да? А потом, что ж так тяжело жить не хочется, вот, и как-то все... Съедают наше время эти вещи. Поэтому, ну, вот, пойми, как важно любить Божье Слово. Что вот, ну, у нас есть, это важно. Поэтому я вам говорю, что я вот всех слушаю. Всех и врагов тоже. Врагов особенно люблю. И их, знаете, как много там? В той или иной степени. Вот. Но даже через врагов я часто получаю откровения. Вот слушаю врагов каких-то. Ну, кого я называю врагами? Ну, каких-то вот проповедников, которые там не в том духе проповедуют. Как вот, я считаю, о деньгах, например, много говорят. Или твое давление людям, там, судят много людей, да? И вот я, мне иногда начинают говорить, что ты их слушаешь. Я говорю, мне это даже больше нравится. Потому что, ну, я уже как бы, ну, в таком состоянии нахожусь, что мне не нужны вот другие люди, чтобы получать от них откровения. Мне нужны враги, чтобы вот разговаривать. Разговаривать с ними, дискутировать с ними, да? Когда я вижу вот эту вот уже тонкость, какая-то тонкость идет в неправильном учении, и я говорю, вот здесь что-то не так. И тогда я начинаю анализировать, Бог начинает говорить, Божье Слово начинает, духовное с духовным складываться и так далее, да? Поэтому, вот, научитесь получать собственное откровение. В сегодняшнем информационном мире, который вот забаливает тебя информацией, без вот этой личной способности иметь откровение Божье, выжить будет очень трудно. Тебе будет, да, Павел это называет, перестаньте быть как младенцы, увлекаясь различными ветрами учений. Понимаете? Потому что, ну, там действительно ветра, там действительно дует. Я до сих пор знаю многих людей, которые, ну, уже как бы христиане, и они как бы что-нибудь там послушают, такого проповедника, который там судит сильно. И все, они, ну, сдулись вообще. То есть, как бы, я плохо, я ничего не делаю, я не христианин вообще. То есть, а там просто проповедь такая ядовитая, понимаете? Просто человек, он проповедует из такого духа осуждения просто, религиозного духа, он подобрал так места Писания, он выкручивает так, что... Потому что, действительно, сегодня есть много проповедников, которые просто манипулируют людьми. Понимаете? Очень много проповедников, которые манипулируют людьми, в той или иной степени. Они даже могут быть очень добрыми, ласковыми, такими почти плачущими. Почти вот, вот, понимаете, вот они прям вот... Но они не тот дух тебе передают. Поэтому очень важно тебе знать дух Христа. Очень важно тебе, ну, понять, сказать, не-не-не-не. Не пряму. Вот, в принципе, правильно говорить, нормально, но что-то не то. Мы должны вот... Понимаете, вот именно это нас делает, ну, настоящими его учениками. Потому что вот апостолов было не обмануть. Понимаете? Было не обмануть. Или трудно обмануть. Хотя вот Петра однажды, вот, из-за его страха по плоти его там подобманули немножко, когда он повелся, да? Пришли иудеи опять такие, да? А Петр тут язычниками ел. И вот Павел, он смог разобраться в этой ситуации. Там написано, даже Варнава был увлечен этим лицемерием Петра, да? Чтобы Петр не поистине евангельски поступал, да? Вот я говорю, мы должны доверять Слову, иметь собственное откровение для того, чтобы обойти подобные ловушки и не терять время. Давайте откроем Псалом 118. Недавно Бог мне дал подарок, как я опять так считаю, в это верю, мне это очень приятно. Просто вот когда теперь что-то открывается. И мне открылся целый Псалом 118. Я так немножко этим горжусь. Понимаете, я вообще считаю, что это нормально. Даже апостол Павел, он говорит, что когда он начинает перечислять ценности свои, в первую очередь он говорит про откровение. Что ему дано было жало вплоть, чтобы я не возгордился чем? Чрезвычайностью откровений. Для него это было просто самое-самое ценное в его жизни. Он это дело больше всего любил и больше всего ценил. И поэтому Бог его так использовал. Что он нам взял, ведь если вы посмотрите вообще на богословие Павла, сколько бы мы потеряли, если бы Павел не написал бы нам своих писем. Понимаете, он просто раскрыл христианство, он его объяснил все вот эти вот моменты, крещение, грех и так далее. Если бы мы имели только послание Иоанна, послание Петра, мы бы много потеряли, не имея вот этих посланий апостола Павла. А Павла, помните, как его называли? Павел, большая ученость свела тебя с ума. То есть Павел был ученый, просвещенный человек, который вот именно влюблен был в откровение в Божье Слово. И он смог вот этому языческому миру, греческому на тот момент, потому что вот именно греки, философы, они уже имели, так сказать, философское представление о мире, имели эти термины, уже размышляли о чем-то таком более серьезном, чем просто вот. Понимаете, сейчас у нас мир живет все равно в этой греческой философии, то есть вот наш категориальный аппарат, да, вот он весь как бы оттуда. И первые христиане, первая церковь, первые после апостолов, да, это уже были, там многие вот обратившись, это были как бы вот философы, и там на основании вот этих философских школ были сделаны, вот эти училища, да, помните, вот Павел в Ефисе, в училище преподавал. То есть, ну, мы должны понять, и вообще, ну, просвещение там, той же Европы, оно началось с монастырей. Там начали появляться университеты, институты, монахи, писали, размышляли и так далее. То есть, и первым главным предметом была теология. Все остальные науки были неким приложением к теологии. Понимаете, то есть, как бы вот само просвещение, оно пошло отсюда. А сейчас, как бы в наше время, все, это вот забыли, убрали, убрали куда-то, науку там на первое место поставили, но они не борются. Мы мыслить научились отсюда. Псалом 118. Может, у кого-то тоже есть откровение по поводу 118-го Псалма? И мне очень нравится, знаете, что я это не прочитал где-то, а вот, ну, наконец-то обнаружил сам, через 20 лет свое христианство. Псалом 118 один был из моих таких, ну, не скажу, что любимых. А почему он мне был любимым, потому что я не умел его читать. Потому что именно 118-й Псалом, он необычный. Дело не в самой длине. И я раньше не мог понять, почему я не могу его читать. Потому что мы, как бы, не понимаем его логику, его принципы, его смысл. Знаете, в чем заключается его логика? Может кто-нибудь? Дать версию какую-нибудь? Вам легко читать 118 Псалом? Скажите честно. Он читается. А? Он читается. Он читается. Но он читается очень необычно. Я помню, как. У меня всегда страдала некая внутренность. Такая моя. Логичная моя часть. Знаете, потому что вот каждый Псалом, это как бы отдельное произведение, скомпонованное. Вообще. Я про остальные Псалмы говорю. Первые, пятидесятые. Да? То есть там есть начало, есть серединка, есть конец, есть некая какая-то мысль. Один человек говорит о чем-то. 118 Псалом. Это не такой Псалом. Там каждый стих отдельная мысль. И вот если это не понимать, ты пытаешься искать какую-то взаимосвязь. Ты пытаешься найти, ну... Вот если кто-то видел современный перевод, там есть разбиение по восемь стихов. И какие-то непонятные шин, алиф, названия. И когда я как бы вот не знал, я думал, что это какие-то люди, которые... Каждый их там шин, хам, алиф и так далее. Которые написали. Есть люди, которые так думали? Нет? Кто написал 118 Псалом? Ну, как вы думаете? Ну, я считаю, что не мог Давид написать. Я думаю, ну, как бы... Это, скорее всего, это составлено. Короче, там 176 стихов в этом Псалме. В еврейском алфавите 22 буквы. И если мы 176 разделим на 22, у нас получается 8. То есть, каждые 8 стихов, то есть, другими словами, это некий алфавит Слова Божьего. И если вы посмотрите на каждый стих, то в каждом стихе есть какое-то упоминание. Либо откровение Божьего, либо закона Божьего, либо уставы Божьи, либо заповеди Божьи. Вот. И ты не найдешь там стиха без этого. То есть, каждый стих, который есть в 118-м Псалме, он так или иначе привязывает нас к Слову Божьему, к получению откровений, к размышлению над уставом. И это касается всех сфер нашей жизни. Вот куда ни ткни, вот просто вот в любое просто тыкну. 63-й стих. Вот тыкнул сейчас. «Общник я всем боящимся тебя и хранящим повеление Твое». Мы видим, есть слово «повеление Твое». Вот просто сейчас другой, просто вот так вот беру. «Руки мои», 48-й стих, «буду простирать к заповедям Твоим, которые возлюбил, и размышлять об уставах Твоих». Опять тыкну. 90-й. «Истина Твоя в рот и в рот Ты поставил землю, она стоит». Вот здесь имеется в виду истина Твоя в рот и в рот. Ты поставил землю, и она стоит. 21-й. «Ты укоротил гордых, проклятых, уклоняющихся от заповедей Твоих». То есть, представьте 176 стихов, которые так или иначе касаются Божьего откровения, Божьего слова, Божьих уставов, Божьих законов. Вот все говорится об одном и том же. Насколько, то есть нету ничего подобного, ну, в псалмах больше. То есть Бог таким образом сделал, что 118-й псалом, Он полностью отделен на вот эти изречения, которые так или иначе касаются, ну, вот нас. У меня есть там несколько моих любимых стихов. Вот 31-й, с молодости моей, вот христианской, да, один из любимых. «Я прилепился к откровениям Твоим». Все, вот Он в меня впился, и так далее. Потом есть тоже, да, «Откровения Твои дороже золота и серебра», да, то есть я возлюбил, я откровения Твои. И там, на самом деле, не все про возлюбил, и не все про... Там все, знаете. «Да придут ко мне милости Твои», 41-й стих. «Господи, спасение Твое по слову Твоему». «И я дам ответ, поносящий у меня, ибо уповаемо Слово Твое». И я хотел бы просто вот вам дать такое домашнее задание на 118-й Псалом. Вот с этим пониманием просто возьмите, прочитайте хотя бы один раз или несколько раз вот этот 118-й Псалом. И я бы хотел, чтобы на следующем служении мы все поучаствовали чуть-чуть. И я бы хотел, чтобы ты выделил один или два стиха, или три, ну вот сколько тебя коснет, сколько твоих, как бы вот, будут любимых, что тебя касается, как Слово Божье, оно тебя сейчас, ну вот, что тебе говорит, чем является, может быть, да. Потому что, ну, тут и про спасение. «Твое, спаси меня, ибо я взыскал повеление Твоих». Да, то есть, 96-й стих. «Видел я предел всякого совершенства, но Твоя заповедь безмерно обширна». Да, вот я говорю, я еще не знаю, вот, тут надо посидеть и прям поразбираться, что чему касается. Но я понимаю, что здесь вот все сферы жизни практически охвачены. В 118-м Псалме. И все это касается того, как Слово Божье, оно действует в нашей жизни. То ли оно от врагов, то ли оно для спасения, то ли оно для радости, то ли оно для мира, то ли оно для войны, да. Вот оно там для всего применимо. И это действительно как некий такой алфавит, да. То есть, вот представьте, как сделали, сделал Бог, я считаю, да, духом своим, да, сказал, что вот, я сделаю такой Псалом, у которого там каждые 8 стихов, то есть, как там это все в еврейском, в оригинальном, то есть, каждый 8-й стих, по-моему, да, или 9-й, да, то есть, вот по 8-й они отделены, начинается на букву алфавита. Просто вот так вот расставлено, что один из стихов, начинающий вот этот вот абзац, он начинает с там, первая буква алиф, потом там еще какая-то, какая-то, и вот 22 буквы, и по 8 стихов, то есть, вот по таким абзацам. И там нет какой-то темы, для этих 8 стихов, для этих 8 стихов, для этих. Есть одна большая тема. Одна большая тема, это Божье Слово. И поэтому вот я хотел поделиться, меня это вдохновило, я недавно его опять перечитал, и теперь я понимаю, как его читать. Его нужно читать примерно так же, как и притча Соломона. Вот как мы читаем притчи, как мы читаем Екклесиаз. Да, мы просто иногда открываем там, и несколько каких-то мудрых изречений мы оттуда читаем там и так далее, да. Ну, иногда мы по порядку прочитаем, но вот притчи Соломона, они все, каждая, да, или несколько, две, три, там они... Здесь тоже, наверное, есть несколько мест, где идут там два стиха. Но это максимум. Их там вот просто на пальцах одной руки можно пересчитать. Вот. И я благодарен Богу, что он вот меня в 21-м году моей христианской жизни научил читать 118-й Псалом. Открыл мне этот 118-й Псалом. Он для меня хотя бы стал теперь понятен, стал, ну, ясен, он меня вдохновляет, и, ну, я хочу еще больше-больше из него периодически чего-то доставать, иметь какие-то любимые стихи. Чем для меня является Слово Божие? Как оно вот, ну, меня вдохновляет? Вы домашнее задание поняли или нет? Я хочу, чтобы каждый из вас выбрал для себя один, два, три, сколько захотите, ну, хотя бы один стих, который вот вас касается. Вот как я уже сказал, вот меня касается, прилепился я к откровениям твоим. И я могу пару слов об этом сказать, потому что мне нравится это слово «прилепился». Да? Потому что вот это вот что-то такое вот «прилеп» и все. И вот псалмопевец, он описывает то, что я понимаю. Вот это вот слово «прилепиться» и все. Вот «прилепился» и все. Вот я сказал 3-4 слова по этому стиху. И я бы хотел, чтобы вот каждый из нас мог вот хоть как-то, я не знаю, или там микрофон, или встанете, или, я думаю, выходить даже не надо, мы же там посидеть. Но я бы хотел, чтобы мы чуть-чуть вот поучаствовали. Чтобы вы... И вы сами, я думаю, что вы сами увидите, насколько мы, каждый из нас выберет разные стихи, которые вот каким-то образом они его касаются. Как-то они ему говорят, как-то Бог что-то вот проговорил. Я уверен, что Бог вам проговорит. Чтобы вы вот прям, какой-то стих, он начал вот звучать там вот в этом вот в вашей голове, и вы вот о нем просто какое-то время поразмышляли. И я говорю, ну не сможете кого-то вот тяжело там, да, пару-тройку слов сказать, как-то проинтерпретировать. Ну не будете интерпретировать. Просто скажете, вот мне нравится вот этот, он вот как-то для меня. Понятно домашнее задание, нет? Вот. Поэтому я хочу, чтобы вы его как бы почитали и вот над каждым стихом как-то отдельно, да, что... Потому что я говорю, когда я не понимал его логики, я его и читать не хотел. Вот что-то было, что меня отторгало. Я его в принципе знал, что там классные вещи написаны, но когда я не понимаю логики, моя голова в панике. То есть вот я читаю, а я не могу выделить, кто это говорит. Он это вот... Он адекватный вообще или нет? Тот, кто говорит. Потому что, ну, понимаете, да, что если там действительно все отдельным стихом и нет какой-то логической связи, потому что вот в каждом псалме есть какая-то там логическая связь, какие-то переходы. То я там о врагах, то я там о страданиях, то вот, ну, да, то есть человек что-то вот, песня какая-то, да, у него. А здесь каждый стих закончен, какие-то вроде совпадают. Что это за человек, который это написал, я не могу понять. Вот. Ну, и теперь, когда вот мне это открылось, когда я это увидел, когда я понял, как он был составлен тоже, да, что это вот именно каждые восемь стихов на каждую букву, что как бы Бог нам дает понять, что у него тоже есть некий такой алфавит. Его алфавит, он связан вот с его словом. Представьте, да, насколько вот Бог выбрал псалом, вот, он ничему не посвятил такой псалом. Это самый большой псалом. 176 психов. И вот Бог выбрал, чтобы посвятить ему. Потому что, и вот в 137-м псалме есть очень тоже красивое такое изречение Давида. Как оно звучит, как такое определение, что второй стих. Поклоняюсь я предсвятым храмам твоим и славлю имя твое за милость твою и за истину твою, ибо ты возвеличил слово твое превыше всякого имени твоего. Представьте, вот, видишь, в этом месте псаломопедец говорит, что Бог поставил слово твое превыше всякого имени своего. И это определенное понимание, это определенная такая вот, да, представьте, Бог свое слово ставит выше всякого своего имени. И это действительно так. Поэтому цель моей сегодняшней проповеди еще раз так, ну, говорит, чтобы мы действительно влюблялись в Божье слово. Чтобы мы умели его читать. Чтобы мы ждали Божьих откровений, искали Божьих откровений. Чтобы мы понимали, что вот именно Божьи откровения, они вот, они повлияют. Я вот вам сейчас рассказывал один пример и как-то чуть-чуть не договорил про итог. Я про Менделеева вам говорил. Помните, да? Существует эта сказка, там, басня, или, 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 как это говорится. Не помню. Ну ладно. Слово забыл. Когда правда, легенда, да? Миф такой, да? Легенда, что ему приснилось таблица. А в реальности я читал, и я понимаю, что, скорее всего, это именно так и было. Он просто очень сильно ломал над этим голову. И помните, я говорил, что почему не получалось, потому что некоторые элементы, которые уже были известны в этой таблице, их масса была померена неправильно. Какие-то вещи в них были померены правильно, какие-то вещи были неправильно померены. и не сходилась таблица вообще. Вот голову ломали, вроде есть логика, вроде есть цепочка, вроде есть вот то, что картина уже должна сложиться, и мы должны... Потому что, да, вот, знаете, таблица Менделеевна, она очень логичная. Все у них зависит одно от другого. И даже по этой логике, знаете, есть элементы, которых еще нет, но они уже есть и названы. Посчитаны их не массы, посчитаны их не там какие-то еще вещи и так далее, да. Я не химик, не понимаю, но суть понимаю. И были даже уже в истории такие вещи, когда не было этого элемента, но его уже тут открыли, а потом его нашли. Вот. Поэтому вот у этой таблицы есть некая такая логичность. И вот Менделеев очень сильно ломал над ней голову. И нашел, как бы, ответ он нашел именно по откровению. Он взял и как бы вот смог своим воображением свое воображение поставить выше вот этой видимой логики, видимой реальности. Понимаете? Вот он смог так сделать в своем воображении, увидеть вот эту вот таблицу, убрав вот эти вот реальные вещи, потому что вот эти вот массы, они были реальные, они были посчитаны. То есть, понимаете, здесь есть некий принцип, который я пытаюсь вам передать. Для жизни нам нужно. Мы иногда пытаемся исправить ошибки в своей жизни и ломать голову над ошибками в своей жизни, чтобы их решить. И они никак не решаются. Потому что вот в них есть что-то неправильное уже, и они ну не будут решены. и вот откровение, Божье Слово, да, и Божий порядок вещей, он способен, вот, чтобы мы поверили, как бы в это, взялись за это, и потом все выстроится. Понимаете? Потому что если мы будем искать ошибки, в каком элементе ошибки, даже возможно, да, чтобы где-то была допущена ошибка, сейчас я все перемерю, не хватит жизни. Вот и мы также не должны жить, чтобы исправлять свои ошибки. Бог не хочет, чтобы мы исправляли ошибки. Бог хочет, чтобы мы научились жить откровением Его, общим откровением, научиться пользоваться вот этим, ну как бы, вот этим благословением, понимаете? Потому что, ну о чем я, например, говорю, да, что вот вся тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божьих. Мой любимый стих, да, и где они, эти сыны Божьи? Когда же они появятся? Как они, вот, да, и как они повлияют на мир? И если я буду вот об этом думать, как же мы, как вот что-то такое маленькое, да, или вообще христианство повлияет на этот злой мир, то мы, ну, не сможем прийти логическим путем, как мы на это повлияли. Но если мы научимся жить откровением, особенным мышлением таким, да, мышлением вот видения того, как Бог видит картину, да, и, понимаете, еще я говорю буквально, например, да, христианство говорит, что мы должны там, ну, правильно жить, да, и этим самым мы повлияем на мир и на других людей. Но если ты будешь как бы думать логически, действительно, что, действительно, вот повлияет моя жизнь на кого-то или не повлияет, ты не увидишь, ну, как бы, никакого в этом смысла. потому что, мир он огромен, зла, зло такое большое, такое сильное, как бы, да, и никак не повлияет, и, ну, и ты не сможешь, ты не живешь из откровения, ты живешь, и, ну, как бы, этим не вдохновляешься. Но если мы сможем просто поверить в это, просто и начать жить из откровения, вот тогда что-то сможет произойти. Я не знаю как, я не знаю когда, я не знаю как вот именно это вот все сложится, да, вот в эту правильную последовательность, и когда вот эти вот ошибки, они будут выявлены. Понимаете, потому что я даже это вижу, что есть некие ошибки в самом христианстве, в самом понимании христианства. Они есть. В самой практике понимания христианства. Что не все, еще вот называющие себя христианами, действительно являются, ну, как бы, настоящими полными христианами. Потому что, вот да, я уже говорил вам этот стих, что наша цель это вырасти в мужа первого полного возраста Христа. Вот она наша цель основная, да, чтобы думать как Христос, видеть как Христос, и тогда Бог начнет действовать через нас так же, как Он действовал через Христа на этот мир. Вот Он один просто перевернул там весь регион. И Библия нам говорит, что вот моя церковь в последние времена, в последние, сделает то же самое. Если мы будем думать, как мы это сделаем, буквально там и так далее, это неправильный путь. Мы должны вот заразиться просто этим откровением, этой мечтой, и вот, ну, вот в это верить, этим жить. Стать такими вот, ну, немножко не от мира всего, вот в этом, вот в этом отношении. И в первую очередь, именно через что? Через любовь к Божьему Слову. Аминь. Через любовь к проповеди. Потому что Божье Слово просвещает. Оно просвещает. Оно дает мудрость. Оно, понимаете, оно. И если вот мы сможем в своей жизни вот культивировать эту любовь к Божьему Слову, Божьим откровением в своей жизни, и вот вокруг себя, на тех людей, на которых мы способны повлиять, это в итоге повлияет на весь мир. И те ошибки даже, которые были неправильны, они выявятся. И они, ну, сложатся все в нужные пазлы. Потому что действительно есть еще какие-то вещи, которые, ну, то ли неправильно поняты, то ли неправильно практикуются, да. То есть вот именно из-за этого иногда какие-то вещи не получаются, да. Потому что вот, опять же, если взять ученых, когда они там изобретают какое-то открытие, помните, да, про кого мы там Ледисона говорили, кто лампочку изобрел, да, что он там тысячу раз сделал свой эксперимент, менял какие-то вещи, да, тут добавил, тут добавил. Знаете, у меня очень был, который был очень близок, он мне рассказал, я был очень близок от одного открытия, за которое там сейчас там, ну, мне в то время говорил, человек имеет патент и получает там за это миллионы долларов. Он просто рассказывает, я был близок, он такой, немножко ему как бы гордо, но толку от этого нету. Вот он там, помните, ну, просто там, знаете, часы жидкокристаллические раньше были, они цифры, короче, принцип вот этих жидкокристаллических кристаллов, это же было целое такое ноу-хау, когда вот стали все вот эти электронные циферки везде, да, то есть люди научились этим пользоваться, это вот называется жидкокристаллические кристаллы, это там принцип. И вот он, когда вот двигался, этого еще не было, он двигался в этом направлении, он его почти открыл, вот он взял кругленькие кристаллы, а нужно было взять овальненькие. И у него не получилось, и он оставил. А потом, когда я это все увидел, вот, ну, и так далее, да, ну, неважно там, ну, может быть, он бы еще и заподинтовать не смог, не знаю, но смысл в том, что мы можем быть близки к чему-то, и мы не должны останавливаться. Почему? Потому что Божье Слово, оно говорит, что оно получится. Если ты будешь со мной, ты будешь благословен. Ты будешь благословен. во всех сферах своей жизни. Если ты будешь любить мое Слово, будешь в нем пребывать, то ты будешь как дерево, которое посаженное при потоках вод. Понимаете? Тебе не придется разбираться со всеми ошибками даже. Тебе просто нужно вот выстроить эту центральную вещь, как он сказал Мария. Важно только одно. И синий, аминь. Аминь.